Приветствую всех в новом ролике. Сегодня оперативка в кадре не просто так. Сейчас расскажу вам о радиаторах для оперативной памяти, а также посмотрим, как они одеваются. Так, эта упаковочка нам больше не нужна. И что мы внутри видим? Четыре половинки радиаторов черного цвета и две бумажки с двухсторонним скотчем. Я так думаю, он термоустойчивый. Надписи вышлифованы и имеют рифление. Это не краска. На самом радиаторе мы видим надписи. Спереди слева Fury и справа HyperX и чуть выше DDR4. На верхней части есть крепления, за которые они соединяются. Также сверху перфорации, видимо для забора воздуха для охлаждения, как и на корпусах ПК. А вот на задней части радиатора ничего нет. Сейчас попробуем, как там сидит планочка. Это сидит хорошо. Давайте попробуем другую планку. Кстати, это планочка с прошлого видео. Советую вам его посмотреть. Ссылка на радиаторы, оперативную память и прошлое видео будет в описании. Сидит планка с Алика, идентичного Пакера с зеленым текстолитом. Мне кажется, зазоры между оперативой и радиатором немного великоваты. Хотя увидим, там же будет еще и скотч. А он толстый. Для сборки этой конструкции снимаем скотч. И клеим на чипы оперативы. Скотч хорошо растираем, иначе он будет плохо сдираться. Так, ну сзади наклеили, теперь спереди клеим. А сейчас я примерю, как же радиатор должен стоять. Угу. Нужно клеить не впритык, а немного выше мелких распаянных чипиков. Так как если наклеить впритык, то оперативка не станет в слот на материнской плате. Примерившись, снимаем пленку на скотче. И клеим переднюю часть радиатора на планочку. Нужны они или нет, конечно же решать каждому из вас. Но чисто теоретически должна снизиться температура на планках оператива. Я не знаю, снизится ли температура, но визуально должно стать круче. Если у вас закрытый корпус, то наверное смысла не будет. Так как визуального эффекта вы просто не увидите. А вот если у вас корпус со стеклом, или как у майнеров открытые сборки, то ваша оперативка будет выглядеть эффектнее. Теперь то же самое с другой стороны. Кто такими штуками уже пользовался, пишите в комментариях, как вам. Снижается ли температура, будет интересно почитать. Ну вот и все. Как по мне, получилось прикольно. А как вам? Пишите в комментариях. Также ставьте лайки и подписывайтесь. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А вот на последних кадрах вы видите, что у нас получилось. Спасибо вам за просмотр. Всем добра.